Всем привет! Это стартап-шоу и меня зовут Ксения Каста. У нас продолжается отборочный тур и в студии со мной инвестор Андрей Ковалев и инвестор Иван Алехин. И сегодня мы посмотрим стартапы, оценим их, поставим оценки, собственно, вам. Так что берегитесь, берегитесь, потому что комментарии могут быть очень жесткими в какой-то момент. Не падайте духом, это будет лишь призывом к тому, что нужно что-то исправить и начать заново действовать. Ну что, Андрей, скажите, что вообще происходит сегодня в вашей жизни? В моей жизни происходит огромное количество событий, которые не позволяют мне спать больше, чем 4 часа в сутки. Я провожу реконцепцию всех своих объектов, ну почти всех, ищу новые объекты, подсолнухи развиваю, усадьбу Гребнево. Лучшую масленицу в Московской области мы провели, ты представляешь, вот не жалко миллионы рублей для людей. Лучший, к нам даже вот, помнишь, такой фильм «Такси» на Сирии приезжал с братом Биби, который играл в 13-м районе. В общем, отличная была просто суперская масленица. И такие праздники мы будем делать теперь, вот сейчас готовим, каждый выходной в усадьбе Гребнево. Друзья, приезжайте, это просто нереально круто. Андрей, да, вот подсолнухи, да, сегодня это считается одной из лучших площадок. Нет, почему, одной из лучших? Лучшая, хорошая, это лучшая площадка, да, и на самом деле там могут реализоваться абсолютно все. Да, смотри, это место, в общем-то, действительно для стартапов в области вот такого, фуд такого, но не Макдональдс, там, Бургер Кинг, а такого, знаешь, гастрономического какого-то такого. Это что-то благороднее. Еды, да, поблагороднее, поинтереснее, но по цене должно быть невысокое. Поэтому у нас, представляешь, у нас устрицы появились, я сам обалдел, вот такая устрица 250 рублей. То есть вы не в курсе, да? Вот такая устрица. Вы не в курсе, Андрей, что у вас, собственно, там выставляется, что у вас устрицы появились перед фактом. Нет, 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 я знал, что открывается точка, но я не знал, что можно за 250, что такое 250 рублей в Москве устрица? Вот такая вот шипсделюшечка, а у нас вот такая вот. За 250 рублей? За 250 рублей, да. Ну, у нас в Ираке, ну, за 250 рублей можно взять суп фубо за 700 грамм, вот такую огромную порцию. Я даже хочу поспорить, что на 750 рублей нет человека, который съест у нас. Просто нет, вот я говорю, кто съест на 750 рублей, тому в подарок еще еды на 750 рублей. Да, чтобы ни в чем себе не отказывал никогда. Ладно, здорово. Ну, Иван, что у вас происходит в жизни? Вы не поверите, у меня в жизни происходит столько всего интересного. Ну, во-первых, последние 6 месяцев, Ксюша, я был не в Москве, я был в Петербурге. Так. Представляете, меня компания ВТБ страхования пригласила принять участие в таком пилотном проекте, который назывался школа предпринимателей ВТБ страхования. И я никому об этом не сказал, то есть никто об этом не знал, вы сейчас впервые-то слышите. Вот, и я на 6 месяцев, как рядовой менеджер, по-другому не скажешь, поехал работать наемным сотрудником, наемным менеджером, причем не самого высокого звена, а самого низшего звена. Сколько заработал? 30 тысяч рублей? Звучит, как под прикрытием. 60 тысяч рублей. Не, ну это неплохо. За 60 тысяч рублей я поехал работать в Санкт-Петербург, в компанию ВТБ страхования, где начал создавать школу предпринимателей. Итогом, итогом всего этого, рождение нового сайта, который называется школа предпринимателей.рф, это первое. Рождение отчасти онлайн-акселератора, который появился, сейчас находится на нашем сайте. Я надеюсь, без всякого цыганства там все. Без всякого цыганства, чисто про бизнес, абсолютно бесплатно, никаких денег, никакого там, поэтому, кстати, вот, Ксюша Каста приняла тоже неотъемлемое участие в съемках. Было дело, да. Было такое, да. Вот, поэтому… На самом деле очень перспективные, важные проекты для страны и для молодежи, которые действительно могут себя реализовать на этой площадке. ВТБ страхование. ВТБ страхование, но в связи с тем, что компания… Мне прямо захотелось застраховаться. Ты сказал, я уже хочу застраховаться. Вот, вот, вот. Вот видишь, насколько, так сказать, качественно. Анекдот рассказать? Давай. Приходит в страховую компанию ВТБ страхования, клиент говорит, застрахивайте меня, пожалуйста. Она говорит, вы что, с ума сошли? Вы что, матом ругаетесь у нас? ВТБ страхование. А по-вашему застрахуйте лучше? Ну, кстати, логично. Слушайте, ну здорово. На самом деле, ваша жизнь полна событий, очень ярких, неординарных, насыщенно все. Но давайте вернемся к делу, да. Почему мы здесь сегодня собрались? Потому что нам сегодня нужно будет оценить стартапы, да, и выставить свои оценки. Поэтому я уже предлагаю приступить к этому делу. Давайте. Ну, начнем мы с первого стартапа, сейчас посмотрим его презентацию. Мечтаете об идеальной сидящей рубашке, но стандартный крой не подходит? Наша уникальная технология «Умная мерка» – лучшее решение. Создайте свою рубашку всего в три клика. Раз. Заходим на сайт рубашканазаказ.ру. Два. Выбираем понравившуюся модель рубашки. Три. Вводим всего три свои мерки, и система автоматически выдает оставшиеся параметры. Вашу готовую рубашку курьер бесплатно доставит лично в руки. Рубашканазаказ.ру. Подчеркнем вашу индивидуальность на раз, два, три. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Алло. Вы нас слышите? Да, да, да. Отлично, замечательно. Связь установлена, самое главное. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Мельников Владимир. Так, Владимир, ну что, вы готовы нам показать, на что вы способны? Ну, можно сказать так, да. Ну, давайте, тогда мы готовы смотреть. Так, ну тогда я начинаю. Поехали. Готов представить вам проект международного онлайн-казино Point Flip. Честного казино с прозрачным генератором случайных чисел. Почему мы выбрали именно такое направление? Посмотрим на текущие тренды рынка и на текущие проблемы рынка. Текущие тренды рынка – это сильный рост более чем в два раза на 106%. У нас это не запущено вообще. Развитие новых рынков – это Азия, Африка, Восточная Европа. Проблемы рынка – это нет доказательств честной игры, адаптивный набор игр, нет интерактивных игр. Как я уже сказал, мы честное казино, поэтому мы работаем только в тех странах, где гемблинг и азартные игры разрешены. Всего это более 70 стран, перспективный рынок Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. К сожалению, Российская Федерация в число таких стран не входит. Мы разработали страны первого потока, куда мы войдем с готовым продуктом. По общему количеству ВВП, средней заработной плате и отношению государственного аппарата к вопросу гемблинга. Как я уже упоминал ранее, мы разработали, не имеющий аналогов, собственно, за счет чего держится наш продукт, наша идея, алгоритм VRN. На базе криптографии, позволяющий игроку, пользователю проверить честность ведущей игры не счетное количество раз в любой момент. Такого, собственно говоря, нету, и поэтому казино честно в первую очередь. Вторая киллер-фича – это крауд-витрина слот-сторы, позволяющая сторонним разработчикам создавать игры, слоты в нашем казино и при этом становляясь нашими партнерами. Такого нет тоже нигде, это очень интересный момент интеграция в казино. Если взглянуть на конкурентную среду, где обозначены основные операторы гемблинг-среды BWIN, Poker, Stars, Misty Green и даже пресловутая Asimo 777, то видно, что по основным параметрам доказательства справедливой игры, то есть возможность создания слотов и так далее, ничего подобного нет сейчас на рынке, соответственно, с этим можно доходить, выходить и масштабироваться. На чем мы будем зарабатывать? Вопрос, если мы будем вести игру честно, ведь это казино. Самый простой ответ, как на рулетке, но с одним лишь условием, что шарик кидает не дилер, а сам игрок. Сколько мы будем зарабатывать? Мы провели статистику на основе выгрузки Бумберга, 150 основных операторов и пришли к таким доводам, что на втором этапе до налоговой вычеты мы будем зарабатывать 2 миллиона евро, на третьем этапе 9 миллиона евро. Мы взяли самый скромный диапазон подсчетов, дабы быть максимально реалистичными. Способы привлечения клиентов – это основные, то, что касается интернета, это SMM, стример, search aggregators, это Google и азиатские поисковики, это YouTube, ну и affiliate marketing, который создан для гемблинга. Что у нас имеется? Это не имеющий аналогов алгоритм, это команда профессионалов в сфере гемблинга и разработки, которая уже знает, как создавать слоты, знает, как создавать казино. Это технология Apple Slot Store, позволяющая зарабатывать сторонним разработчикам, это бизнес-план, то есть мы знаем, как и что делать, и оценка рентабельности бизнеса у McKinsey Company. Инвестиционное предложение. На первом этапе для создания готового продукта с 15 слотами нам необходимо 12 миллионов рублей. Мы создаем казино под ключ с 15 игровыми слотами, как я уже говорил, туда будет входить стартовый пул игроков, все будет на уникальном алгоритме и полный комплект современного казино. Что мы предлагаем инвестору? Мы предлагаем 25% от доли компании, ежемесячный расчет о проделанной работе, это обсуждение совместное принятие стратегически важных решений, защита инвестиций и возможность продажи доли по его усмотрению после завершения первого этапа. Собственно, у меня все, спасибо. Спасибо, Владимир. Ну, у меня, честно говоря, какой-то разрыв шаблона, честное казино. Давайте обсудим. Ну, на мой взгляд, это, судя из презентации, потрясающий проект, на самом деле. Потому что тема казино – это то же самое, что тема порнографии, на самом деле. Потому что все, что связано с онлайном, самый востребовательный контент – это порнография и казино, как бы то странно не показалось. Именно поэтому на порно-сайтах и рекламируется казино, потому что они перетекающие друг в друга. То есть это и там, и там. Ой, как ты, Вань, хорошо, ты разбираешься. Не хуже, чем ты. Какой ассоциативный ряд. Собственно говоря. Ну, главное, чтобы все глаза загорелись, так было скучно-скучно. Я просто не могу представить, ну, формата – честное казино, да, ну, что-то где-то с чем-то не вяжется, да, и вот этот алгоритм – это все равно что-то… Нет, я считаю, что никакие алгоритмы ничего не докажут честность этого казино для потребителя, чем мы вот видели Азино, и потом, посмотри, вот видишь, у Азино топора стояли все крестики, да. А посмотришь, сколько оно в рекламу вбухивает? Конечно. Ты посмотри, там вообще какие-то миллиарды вообще рублей, да? Конечно, конечно, так и есть. Раз. А этим придется в три раза больше вбухивать, потому что Азино на три топора, у них выигрышей нет, я так понимаю. Там все сразу в карман, все, что прислал, все в карманы, да. А они говорят, мы честные, и мы там 90% будем отдавать. Значит, у них в три раза больше должна быть реклама. Чтобы зарабатывать 9 миллионов евро, они написали, им придется там 100 миллионов евро на рекламу тратить. У меня возникло на самом деле две мысли. Первая мысль, что на рынке именно игорного бизнеса есть игроки, есть игроки, есть такие потребители, которым этот продукт нужен. Ну, потому что есть действительно люди, которые готовы. Зависимые. Именно, ну, нет, не только те, кто играет, а те, кто в этом бизнесе разбирается, те, у кого когда-то было казино. И, возможно, кто-то хочет себе иметь онлайн-казино. Только у меня было две мысли. Мысль номер одна, что они проще ли, не выгоднее ли продавать эту технологию, ну, кстати, знаешь, как на уровне API, и брать с этого аренду за каждый платеж. Ну, потому что это выгоднее, собственно говоря. Гарантия может быть только одна. Если, например, владельцем основным станет Марк Цукерберг, например. А почему нет? Понимаешь, тогда все понятно. А почему нет? Это человек, который, ну, честный, он не будет никого обманывать там, да, все. А в любом другом варианте, когда какие-то непонятные там люди, да, ну, вот кто хозяин Азина, третаппарата, знает? Без понятия, я без понятия. Владимир, а вы здесь, Володя? Вы здесь с нами? Да, да, я здесь. Я здесь. Выключите, пожалуйста, свой экран, мы хотим посмотреть вам в лицо. Да. Так, секундочку, пожалуйста. Вы видите, у вас честные глаза. Да, ваши честные глаза нам сейчас просто необходимы. Честные, как ваши казино. Глаза не очень честные. Я вот смотрю там. Он прячь и зайти. Демонстрацию экрана, выключите, пожалуйста, Владимир. Сейчас, секундочку, вот сейчас, вот так вот видно? Да, отлично. Да, отлично. Володя, скажите нам несколько вопросов. Вопрос номер один. Какой вы там ключ шифрования используете? Криптографию на основе блокчейна все это создано, распределенная база данных, если так вкратце. А ключ шифрования какой? Ключ шифрования, к сожалению, я не могу сказать, это технический специалист больше, то есть мой напарник, который в этом вопросе, я именно в вопросе гемблинга больше специализируюсь, а именно создание технологий, это он. То есть мы рассматривали разные варианты. Володя? Да, варианты разные на генерации случайных чисел. Можно для бинга, для покера, для ставок, но именно внедрение технологий с целью заработка для слотов нам показалось это наиболее интересным вопросом. Хорошо, тогда давай. Вопрос. Давай. Сколько ты проиграл уже в онлайн-казино, Володь, денег? Скажи. Вот я не играю достаточно давно, когда понял, что это по сути дела мошенничество. Когда для меня у меня раскрылись глаза, но это порядка, наверное, уже пяти, может быть, семи лет я не играю в эти лохотроны. Вы решили отработать честную схему мошенничества? Это не честная схема мошенничества, она открытая и прозрачная. То есть человек именно проверяет свою удачу. То есть почему мы назвались coin flip, кстати? То есть coin flip в переводе с английского это подброс монетки. То есть здесь абсолютно честно. То есть человек, в чем философия? То, что человек может проверить свою удачу. Здесь нет никаких скриптов, технологий. Здесь никакого контроля. Здесь конкретно человек проверяет свою удачу. Хорошо. Расскажи нам про технологию, про вашу. Вот то, что вы там как бы выдумали, такого типа аналогов нет. Вы написали программный код, я правильно понимаю? Ну да, это разработка, конечно, программный код. А кто писал программный код? Ты или твой партнер? Мой партнер, да. Понятно. И ты готов его дать в открытый доступ, чтобы народ его похакал, правильно понимаю? Нет, нет. Только после того, как, собственно говоря, будет... Мы сейчас разрабатываем патент на этот вопрос. Только после этого момента, мне кажется, что стоит этим заниматься. Да, хорошо. Расскажи очень подробнее про патент. Что вы будете патентовать? А патентовать мы в бюро в Санкт-Петербурге. Уже сейчас занимаемся этим вопросом, подаем документы. Именно эту технологию нашу, потому что ее сейчас нет. И вопрос генерации случайных чисел именно в среде гемблинга стоит ребром в подвешенном состоянии. И, собственно, как вы уже говорили, эту технологию можно в том числе и продать. Но для нас более интересно в финансовом плане это создание собственного казино на базе этой технологии. Володя, это спорный вопрос. Я тебе поясню, почему. Ты из Питера, нет? Я не из Питера, я из Москвы. Понятно. Смотри, помнишь, в свое время были вот эти аппараты, вот эти стояли там, где, может, были деньги, наличные и так далее и тому подобное. Там фишка в чем была? То, что ребята изначально запускались как аппаратчики, то есть у них был и софт, и железяки вот эти, которые, сами все терминалы. А потом, впоследствии, они продавали только софт. Поэтому, первое, вы абсолютно правильно делаете, что регистрируете, я так понимаю, что авторские права программного кода, если я правильно понимаю. Тогда в этом случае вам нужно патентовать, ну, если в Питере, то городецкие партнеры, маленькая реклама им будет, потому что я у них патентовался. И, слава богу, нормально. А второе, вам нужно патентоваться обязательно в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы ваш программный код был защищен Бернской конвенцией в 70 странах. В том числе в тех странах, где вы будете непосредственно работать. Поэтому шаги правильные. Вам на это 12 миллионов сейчас не нужно. И вообще, вы не патентуете казино, вы патентуете программный код. Если это вашим продуктом является программный код, на самом деле, а на программном коде вы можете строить что угодно. Хоть казино, хоть миллион апи, хоть миллион присадок к какому угодно, хоть к топорам, хоть еще к чему. Вопрос цены. Потому что, возможно, это выгоднее и за софт обычно бьются, а не за сайт, на котором казино, рулетка. Потому что, опять же, одно дело, ты сделал софт, и ты несешь ответственность как программист. А другое дело, ты несешь ответственность как создатель некого ресурса, куда люди деньги отсылают. Андрей, может, ты что-нибудь скажешь по этому поводу? Ты знаешь, я в казино всегда проигрываю. А я всегда выбираю. Это неправильно. Почему? Это неправильно казино, во-первых. Никогда нельзя выигрывать в казино. Я всегда выиграю в казино. Слушай, вот поэтому не миллиардер. Ну, не сильно понимаю. Все миллиардеры никогда… Ты знаешь, у меня была жена, который из миллиардера сделал миллионером. Можно выиграть много денег, но перед уходом надо все проиграть. Это закон. Закон-то как? Да, в казино нельзя выиграть. А я все время выигрываю. Вот это ошибка. Начинай проигрывать. Хорошо. И сразу попрет в бизнесе. Так, ну что мы скажем? Я пригласил бы его выступить на стартап-шоу. Давай, приходи. 4 апреля у нас будет порядка, я, Андрей, плюс еще 13 инвесторов. Плюс еще чертова дюжина будет, собственно говоря. Послушаем, посмотрим, пообщаемся. Может, действительно что-то проинвестируем. Потому что интересно мнение коллег. И хочется понять, действительно, какая стадия. Потому что, может, вам сейчас нужно на самом деле все-то миллион рублей, чтобы в Питере зарегистрировать на всю Россию, чтобы в Штатах зарегистрировать на весь мир. Поэтому, может быть, первичный шаг это не 12 миллионов, а 1 миллион рублей. Я бы в эту историю поиграл, на самом деле. Ну, потому что у меня есть программный код, у меня есть его патенты. Я понимаю ценность кода, который не толк. Просто в Штатах можно зарегистрировать принцип работы. Принцип. А принцип это ценно. А это ценно, что он уже не зарегистрированный. А это делает проверка. Проверка стоит, извиняюсь, 400 долларов. Поэтому отнятие инвестиции. Можно проверять. А уже проверено? Задай вопрос. Проверено уже. Что у вас там по проверке, по приоритету? Получили приоритет на регистрацию в России программного кода? Да, мы вот именно этим сейчас и занимаемся. То есть мы сейчас занимаемся проверкой и подготовкой документов. То есть мы вот только на стадии подготовки к именно патенту нашего продукта. Повтор еще раз. Вы прошли проверку. Проверка, она подтверждает, что такого продукта нет. Дальше начинается регистрация. Вот это значит приоритет. То есть я понимаю, да, мы с этим сталкивались. Вот только сейчас мы начинаем этим заниматься. То есть только сейчас проверкой. Проверкой наличия. Окей, ну прекрасно, молодцы, круто. Ну, Владимир, в любом случае мы вас поздравляем, потому что у вас появился шанс поучаствовать в финале замечательного стартап-шоу. Поэтому ждем вас. Приходите к нам. Ну что, спасибо вам большое. Мы сейчас будем переходить к следующему стартапу, к следующей презентации. Поэтому давайте посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышите? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгений Павлов. Так, Евгений, а что вы нам сегодня представите нашему вниманию? Проект под названием «Ищу семью». Замечательно. Тогда мы все во внимание. Поехали. Проект «Ищу семью» – это проект, который направлен на решение астросоциальной проблемы сиротством. Представляет собой мобильное приложение, которое, повторюсь, направлено на скорейшую адаптацию детей-сирот в социуме и поиск для них новой семьи. Оно помогает сделать первый шаг тем людям, которые решили усыновить ребенка. Также оно помогает снизить проблему возврата детей, потому что зачастую детей усыновляют просто на каком-то эмоциональном порыве, либо под эмоциональным давлением, и человек, скажем так, принимает решение усыновить ребенка, а потом его, к сожалению, сдает. По статистике у нас в России порядка 30% возвратов. Это достаточно большая сумма, цифра. Она, в принципе, колеблется, но 30% это мы имеем по 2018 году. Также в России насчитывается порядка 48 тысяч сирот, которые подлежат усыновлению. На данном слайде я привел небольшие цифры по статистике запросов из Яндекс. Вордстата, насколько как бы интересна вообще эта тема людям обычным. Так вот, в мобильном приложении «Ищу семью» можно будет найти абсолютно все анкеты тех детей-сирот, которые подлежат усыновлению. И можно их отсортировать по удобному фильтру. То есть, может быть, кто-то хочет девочку, там, мальчика из какого-то определенного города, там, или определенного возраста. Это все можно сделать удобно в мобильном приложении. Поскольку у большинства сиротских домов нет возможности рассказать о своих воспитанниках, поскольку у них нет сайтов, им будет это очень полезно. Также можно посмотреть детальную информацию про каждого ребенка, будь то возраст, либо какие-то особенности, либо там, группу здоровья, или, не знаю, просто какую-то общую информацию. Также через мобильное приложение можно будет осуществлять пожертвование какому-то ребенку, либо детскому дому на нужды детского дома. Потому что не все люди хотят усыновить, кто-то хочет оказать какую-то посильную помощь, просто поучаствовать в решении данной проблемы просто материальным пожертвованием. Также в мобильном приложении будет собран список всех детских домов, которые можно посмотреть как списочком, так и на карте. Это очень удобно для тех людей, которые живут в регионах, либо в малых городах, там, где нет детского дома. И они просто через мобильное приложение, там, открыв карту, могут увидеть, насколько далеко этот детский дом, где он находится, сколько этих детских домов вообще там в его округе и так далее. Также посмотреть детальную информацию по каждому детскому дому. В мобильном приложении также будут разделы ответы на часто возникающие вопросы. Потому что человек, который только встает на этот путь, который только решился на усыновление, у него возникает очень много вопросов. Таких, как там, сколько нужно лет, чтобы мне дали разрешение на усыновление, какие там юридические моменты могут быть, ну и так далее. Также предполагается, что через мобильное приложение кандидат может свои собранные документы отправить на предварительное получение одобрения на усыновление. То есть, загрузив через мобильное приложение фотографии своих документов, он отправляет и получает ответ, ну это предварительный ответ, одобрение на усыновление. Тем самым можно реализовать через мобильное приложение принцип одного окна. Предложение инвестору и на каком этапе проект. Проект сейчас находится на этапе прототипа с готовым макет-дизайном. Что сделано сейчас уже по проекту? На данный момент мы провели презентацию для нашей целевой аудитории, потенциальных клиентов. И после этой презентации мы провели анкетирование. То есть, так сказать, собрали фидбэк, обратную связь. Результаты этой презентации, этого анкетирования показали, что люди очень заинтересованы и с большим, скажем так, нетерпением ждут выхода этого проекта. Поскольку в этом мобильном приложении будет собрано абсолютно все, что им нужно, скажем так, для решения вот этого нелегкого вопроса. Также есть договоренность с разработчиками. То есть, у нас в команде есть Team Lead по Android, Team Lead по iOS и UX UI дизайнер. Я выступаю в качестве продакт-менеджера и продакт-менеджера этого проекта. У меня все. Спасибо за внимание. Включите, пожалуйста, свой экран. Смотрите, на самом деле социальный проект в мобильном приложении на самом деле звучит инновационно. Но, да, не похоже ли это на какую-то, знаете, подпольную продажу детей, исключим ли вы коррупционную составляющую? Нет, 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 смотри, вот я вижу здесь, какая проблема. Вы говорите, что у детских домов нет сайтов, но это поможет родителям будущим познакомиться с этими детьми и не совершить ошибку. А как они будут знакомиться-то с ними? Если у них даже сайта нет. Ну, прямой контакт, в любом случае это должен быть прямой контакт. Минуточку, минуточку, пока мы говорим через приложение. То есть, там будут какие-то прямые эфиры с этими детьми, родители будут общаться, будут делать администрация детских домов. Как это технически? Нет, я понял ваш вопрос. Нет, не прямые эфиры. Имеется в виду о том, что человек, который решил усыновить, он хочет, ну, это же, скажем так, все-таки жизнь человека. Это судьба ребенка. И, как минимум, он хочет посмотреть на этого ребенка, не знаю, там, ну, извините меня за такие слова, он хочет выбрать ребенка, который будет похож на него, на его жену, там, не знаю, а не просто там прийти в детский дом, дайте мне ребенка, вот вам ребенок, и он ушел. Вы знаете, вы просто незнакомы, что просто так никто ребенка не отдают. Они приезжают к ребенку, иногда год, общаются с ним в детском доме, им дают на выходные его, они общаются. Так что пришел тебе, дали ребенка, такого нету вообще в этой системе. Конечно, конечно. Ну, а где же тогда тут ошибка-то? Если человек, они год общались, да, а вы считаете, что, посмотрев фотографию, он сразу все поймет про этого ребенка? Да нет же, это имеется в виду о первом шаге, когда человек принимает решение, я хочу усыновить, я хочу себе найти ребенка, где мне его найти? Я должен идти в какой-то детский дом, мне там кого-то приведут, вот, бери с ним, общайся. Ну, вы предполагаете, и сейчас так происходит. И, на мой взгляд, это не совсем правильно, потому что человек все равно есть определенные этапы принятия решения. И вот первый, самый первый этап принятия решения, это когда человек элементарно просто даже там, не выходя из дома, просто посмотрит фотографии, узнает детальную информацию об этом ребенке и примет решение встретиться именно с этим ребенком, которого он выбрал, ну, скажем так, ну, какой-то вот искру какую-то почувствовал внутри, в себе, и зов к этому ребенку. И поехал, встретился с этим ребенком. Ну, я утрирую, я утрирую. Кто обяжет директоров детских домов отправлять всю информацию вам на сайт? Да, к сожалению... Я не уверен, кстати, что это открытая информация. Вы обратите внимание, что детей, да, всегда пикселят, если какой-то событий или еще что-то там. Понимаешь, не факт, что это открытая информация? Это абсолютно открытая информация. Более того, у тех детских домов, у которых есть свой сайт, они, скажем так, крупными буквами показывают, вот наши воспитанники, вот вся информация, вот этот любит шахматы, этот любит в теннис играть, настольные и так далее. То есть они, наоборот, сами стремятся рассказать о своих воспитанниках. Более того, есть ресурсы, сайт видеоанкет, там, где волонтеры просто, энтузиасты, они ездят по детским домам и снимают видеофильмы, целые видеофильмы. О детях, то есть о конкретном ребенке. В вашем случае как? Где вы возьмете эту фотографию, информацию? Это волонтерский труд, это первое волонтерский труд. Второе, возможно, детские дома сами будут, скажем так, участвовать непосильно. Но это, опять-таки, смотря как реализуется проект. Если здесь будет помогать правительство, то это будет, естественно... Все как раз опирается в государство, вы понимаете, вы пытаетесь внедриться в государственную систему, да, и структуры, которые занимаются вопросами семьи и попечительства. Просто Андрей справедливо заметил, что у каждого детского дома на сегодняшний день есть сайт. Я правильно понимаю, что вы хотите просто... Не у каждого. Ну, практически, да, наверное, есть... Практически, практически ни у какого... Хорошо, вы хотите просто это скомпилировать все на одном вашем, скажем, ресурсе, да, стать неким монополистом? Какую цель вы преследуете? Просто даже непонятно. Да, собрать в одном месте все анкеты всех детей. А по поводу сайтов наоборот. Вы говорите, что почти у всех. Я говорю, что почти ни у какого детского дома нет своего сайта. Ну, за исключением там каких-то крупных детских домов, там Москвы или там, не знаю, там Ярославля. Там, где какая-то известная футбольная команда является там попечителем этого детского дома. У таких, конечно, есть сайты. У них есть там огласка. А у большинства детских домов ни сайта нет. У них там элементарно этих стеклопакетов нету в здании. А вы говорите, сайт. Коллеги, я... Плюс ко всему мы говорим о сайте, а это речь идет о мобильном приложении. Чаще, коллег, смотрите. Я, допустим, в корне со своими коллегами, но не согласен. Я объясню, почему. Во-первых, проект абсолютно международный и формат уберизации подходит идеально. Это то же самое, прошу прощения, что Гетакси, Яндекс.Такси, Еда на дом. Это все формат уберизации, это первое. Как бы самый главный раз. Самый точек. Второе, что это можно в перспективе заточить на некий блокчейн, либо цифровую экономику, когда действительно все дети, все сироты отсортированы, это как бы не... Ты не собрался заняться торговлей нашими детьми. Это да, я называю... Речь не протоколами. Все распрещено. В нашей стране нет культуры, нет культуры. Вы никогда не обращали внимание, возьми Финляндию. Сколько там сирот? Там единицы, там даже детских домов нет. Знаете, почему? Откуда пошли детские дома? Они пошли после войны, когда дети остались, а родители нет, они убиты. Оттуда пошли детские дома сами по себе. Сейчас в мире единицы стран, где вообще есть детские дома, включая Российскую Федерацию. Вообще на пирамиде. Подожди. Вот подожди, подожди. Ты когда был последний раз в детском доме? Да, я закончил. Расскажи мне, ответь на него. Я в детском доме не был ни разу. Вот, а я был много раз. Но я знаю, как в Америке выстроена система. Там, если отказывается человек от ребенка, то он отказывается на уровне родов, когда говорит, мне этот ребенок не нужен. И ребенка тут же определяют семью. Знаешь почему? Там очередь стоит за тем, чтобы принять ребенка. Очередь. И когда смотришь голливудский фильм, когда кто-то отказался, а другие воспитали, там всю жизнь называли мамой и папой, такое тоже бывает. Это происходит на ранней стадии. Все остальное это вообще подсудное дело. Там нет такого варианта, что ты, например, там ребенка говоришь, все, я там от него отказываюсь. У тебя в фирму посадят, скорее всего, чем ты от него откажешься, на самом деле. Это невозможно. Поэтому, я просто пример. У нас есть стартап, он называется Windy. Это приложение, которое показывает, куда дует ветер. Вот, казалось бы, ежемесячный оборот более 1 миллиона долларов. Потому что оно производится в Москве, а пользуется им Америка. Так вот, это приложение, оно с одной стороны, может быть, и для России нужно, но пользоваться им здесь завтра будут международные пользователи. Это 100%, потому что там есть очередь. Там есть очередь, понимаешь? Речь не о продаже. Я считаю, что этот продукт нужен. Более того, понимая то, что мы проходим, Статапшоу проходит в целом деловом пространстве, это площадка Москвы, это социальная история, там в России тоже самое, Свинцов, Чья студия, в чем мы сейчас находимся. И огромное количество социальных проектов, они поддерживают. Вопрос в том, что, может, в нашей стране некачественно поддерживаются. И выгодно ли вообще будет поддерживать такой проект? Да, но те инвесторы, которые инвестировали в то же самое Windy, в приложение, которое показывает, куда дует ветер, который вообще ни одного российского инвестора не затащить. Вот те инвесторы, они с удовольствием проинвестировали, опять же, понимая почему. Они просто понимают, что это еще новый формат убилизации. Возможно, этим инвесторам будут ребята из Финамо, потому что Финамо инвестировало в Баду и в Мамбу. Это сайты знакомств. А здесь это то же самое сайты знакомств, или приложение знакомств, только, собственно говоря, с детьми. Хорошо, мы... Не согласен. Хорошо, Женю мы увидим в финале стартов шоу. Да, я приглашаю вас. Я буду... Большое спасибо. Ксения будет им посадиться там. Так что приглашаем вас на стартов шоу. Смотрите, ну, хотел сказать Жене, что ему дует попутный ветер, и мы с ним встретимся в финале нашего шоу. Он ему дует. Слушай, а почему в Америке они уже ветром интересуются? Чем? Ветром интересуются, куда дуют. Объясняю я, почему. Вот эти штормы у них там, ураганы. Объясняйте, почему. Потому что самое большое количество лодочек, катеров и яхт в Америке, и самое большое количество кайтов, виндсерфинга в Америке. И как об этом приложении? Это социальная сеть. Чуваки нажимают, тут дует, а тут не дует. Тут дует, не дует, да. И самое прикол, что ты не знаешь, что польцы, все их смены. У нас, когда на стартап-шоу был главным героем, Анатолий Попов, да, был, из Сбербанка, сголяет деловую среду, он не залавляет, а в его департаменте находится деловая среда в том числе. Так вот он их смен. И он, когда выбирал стартапы, уже финал, он говорит, в Индии, подождите, в Индии, который у меня в телефоне стоит, он такой, да, это мы, они нас трижды поднимали, три раунда поднимали денег. Подождите, так вы же американцы. Он говорит, нет, мы в Москве сидим. Да ладно. А он заявлен лексмен, у него его приложение стоит. Он такой, не гляну тебя, я знаю, попробую предложить. То есть я могу в своей усадьбе Гребнева замечательной, поставив на лодочке парус, зайти в это приложение, посмотреть, куда дует ветер. Да, и нажать, здесь дует. А, и еще заодно. И как бы народ тебе, потому что тема, что в Калифорнии, допустим, в Санта-Монике, не дует, а в усадьбе Гребнева дует. И все ко мне в усадьбе Гребнева крыта. Да, да, да. И на самом деле здорово, да, и давайте по волнам уже тогда дальше двигаться, да, и посмотрим еще одну презентацию. Давайте будем коннектиться. Кто следующий у нас? Мечтаете об идеальной сидящей рубашке? Но стандартный крой не подходит. Наша уникальная технология «Умная мерка» – лучшее решение. Создайте свою рубашку всего в три клика. Раз. Заходим на сайт рубашканазаказ.ру. Два. Выбираем понравившуюся модель рубашки. Три. Вводим всего три свои мерки, и система автоматически выдает оставшиеся параметры. Вашу готовую рубашку курьер бесплатно доставит лично в руки. Рубашканазаказ.ру. Подчеркнем вашу индивидуальность на раз, два, три. Так. Герман, так. Похож на грех, кстати. Сын. Да, спасибо. Вы нас слышите? Здравствуйте. Отлично слышу. Здравствуйте. Герман, мы вас увидим или нам не дождаться? Или полюбуемся на фото. Да, мы будем любоваться вашим фото, либо давайте... А, кстати, лук, знаешь, такое черно-белое фото есть у Джугашвили, когда он такой хипстер с таким шарфиком черным стоит. Видел, нет? О, Герман. Да. Приветствуем вас. Приветствую. Да. Расскажите, о чем пойдет речь в вашей презентации. Мы готовы смотреть. Как я сказал, у нас зовут Герман, основатель проекта Фудизм. Это первый в мире поисковых блюд. Давайте начнем разговор с рынка, что сейчас рынок еды и ресторанов. Так, Герман, только не так быстро, потому что мы не успеваем за скоростью вашего мира. По объему, безусловно, лидер – это Азия. Полмиллиона заведений, более триллиона долларов объем. Следом идет США – 600 тысяч заведений, 800 миллиардов. Европа – полтора миллиона заведений, 500 миллиардов. И где-то вдалеке виднеется и Россия – 88 тысяч заведений и 17 миллиардов. Сейчас на рынке наблюдаются такие тренды, как оцифровка, агрегация, доставка, предзаказы, самостоятельность пользователей. Все эти тренды прослеживаются в таких сервисах, как Яндекс.Еда, Allset, Foursquare, Реподвизоры, Замата, OpenTable и не только. Все данные сервисы, по-своему роду, призваны помогать пользователю в поиске и выборе заведений общественного питания к посещению. Однако есть вопрос, почему до сих пор принято искать именно рестораны, а не блюда? Ведь образ и рейтинг ресторана – это лишь совокупность ожиданий и эмоций, которые гость надеется получить. То есть то, что лежит на поверхности интерьера, атмосфера, сервис. Но главный опыт, который гость получит, это ведь еда, а в нашем случае – блюда. И именно поэтому мы верим, что в будущем и за высокой скоростью жизни и обслуживания, еда – это самая эмоциональная часть жизни, гость будет выбирать в первую очередь блюда, а не ресторан. И чтобы приблизить это будущее, наша задача – сделать фудизм номер один поисковиком блюд в мире. Так что это значит? Что мы придумали? Мы придумали новый подход к поиску заведений. Мы предлагаем искать, просматривать и оставлять отзывы конкретным блюдам, а не заведениям. Это возможно было благодаря концепции «Food First» и таким трендам, как оцифровка, поиск и агрегация. Так что это значит? Что это значит? Теперь я могу искать заведения таким образом. Хочу сырники в радиусе, например, 1 километр с рейтингом 9+, и стоимостью меньше 300 рублей. Дальше мне покажутся все блюда, отвечающие моему поисковому запросу из близлежащих заведений. И если мне понравилось какое-то блюдо, я сразу же могу забронировать что-то в этом заведении и пойти наслаждаться. То есть для пользователей появляется продукт, где возможно искать блюдо рядом по заданным параметрам. Можно получать рекомендации подбора блюд на основе отзывов и предпочтений, а также получать вознаграждение за поедание блюд. Но об этом поговорим позже. Для заведения продукта в первую очередь рекламная площадка для продвижения своих блюд с дополнительным каналом приема и бронирования столов, а также возможность получать прямые отзывы гостей на конкретные блюда. Как это будет зарабатывать? У проекта два основных ключевых партнера – это заведения и пользователи. Заведения создают блюда основной ценности для пользователей, в то время как пользователи тоже могут создавать блюда и создают основную ценность для заведений. Из основных источников дохода выделяются продажи рекламных опций для продвижения блюд заведениям, а также получение комиссии за бронированные столов с заведений. Какая конкуренция на рынке? Мы выделяем три основные категории непрямых конкурентов – это картографические сервисы, Яндекс-карты, Гугл-карты, рекомендательные сервисы, такие как, например, афиши ресторана или любой другой аналог, а также сервисы доставки и предзаказов. Но есть один основной момент, что ни одной из этих категорий нет базы блюд с рейтингом и отзывами. Все данные сервисы в основном направлены на заведения и базу мест с рейтингом и отзывами. И речь идет только о заведениях. Как раз вот этот пункт является в нашем случае дифференцирующим моментом для фудизма. Стадия готовности. Готовое приложение iOS. Уже подключено один город из Санкт-Петербурга. Добавлено более 400 заведений. Добавлено более 10 тысяч блюд. Зарегистрировано около 7 тысяч пользователей, из которых около 1000 активных в месяц. Разработана модель монетизации, но еще не внедрена целиком технически. Однако уже есть первая продажа с января месяца. Команда. В команде три основных участника. Это я, Доманский Германт, занимаюсь стратегией и разработкой. Также основатель сервиса Agitab, сервис бронирования развлечений. Ис основатель сервиса Vullet, это биржа обмену баллов военности. Следом Анри Бер. Анри занимается работой с заведениями. Анри большой опыт в ресторанном рынке. Он также основатель сервиса Gastro Review. Это агрегатор отзывов для ресторанов. И Евгения Сидюкова занимается пиаром и маркетингом. У Евгении более шести лет опыта работы пиар в ресторанах. Что нужно от инвестора? Мы ищем инвестиции в размере 500 тысяч долларов за 10% доли в компании. Для того, чтобы в первую очередь изменить правила игры на локальном рынке, а затем выйти на международный и сделать там то же самое. Это вот если вкратце. Все. Спасибо за внимание. Спасибо, Герман. Спасибо. Гениально. Ну, дорого. Так, гениально-дорого. Вопрос-обсуждение. Я скажу так, что, во-первых, это гениально, с точки зрения, во-первых, отличный питч, раз. Герман, явите нас, пожалуйста, себя, нам, чтобы мы вас видели сейчас на мониторе. Значит, отличный питч, раз. Очень красивая, действительно, презентация, два. Прекрасная проработка в целевой униторе. Объясню, почему. Лично мой пример. Приезжаю в Нью-Йорк, и первое место, куда меня ведут, говорят, Ваня, утром ты не поверишь, там самый лучший этот омлет пашот. Я говорю, что за омлет пашот, что это такое? То есть меня ведут в Нью-Йоркское кафе на конкретное блюдо. Раз. Сижу в Петербурге, работая в ЭТБ страховании. И знаю, что рядом здесь есть грузинский ресторан, и там совершенно отличное лоббио, прям суперское лоббио. Захожу к ним, заказываю, именно это лоббио мне его доставляют. То есть в итоге, я сейчас говорю, что я и захотел. Гениальная вещь, я считаю, что это очень хорошая. Нет, ты сейчас говоришь немножко о другом. Ты говоришь сейчас о сарафанном радио, о живом, да? А мы говорим сейчас о приложении, отзывы, которые мы читаем. Мы не всегда можем удостовериться в реальности этих. Ну хорошо, закажи, выговорю, Цезарь. Вот мне нравится Цезарь, хочу вкусный Цезарь, где-то рядом от меня, и убираю все. Приезжаешь, полное говно. Да, вот. Потому что я кафе проплатил за рейтинг. Вот, я могу ответить на это. Да, 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 вот у меня как раз есть ответ по поводу отзывов. У нас есть определенное правило, что отзыв к блюду можно оставить только с фотографией этого блюда. Фотография является подтвердительной, что ты реально там был. Фотография – это не вкус блюда. Фотография – это не вкус блюда. Нет, это понятно, что у всех вкусы разные. Но на это есть средняя оценка, чтобы выявить уже, в конечном счете, усредненный рейтинг. Слушай, а посмотришь, как медленно это все будет развиваться. В Москве там тысячи ресторанов, если не десятки тысяч, да, с кафе. Не согласен. А ты посмотришь, что в подсолнухах ты проводишь акцию «Самые вкусные блюда». То есть у тебя одна стойка, другая – 3,5. И у них есть, допустим, 3 или 5 самых вкусных блюд. И вся Москва знает, что вот самые вкусные пельмени в подсолнухах. А самые вкусные, не знаю, хачапурь в подсолнухах. А сам это? Он против. Почему он против? Он против. Почему он против? Он не против, он за. Если это не рекламная кампания, если это реально вкусно. Я сейчас возьму всех своих сотрудников, 2000 человек, дам им телефоны, они приедут и отфоткают все блюда. У нас поставят по тысяче фотографий каждого блюда и тысячу отзывов поставят 10, и подсолнухи нереально взлетят. Хотя, может, там не самые лучшие пельмени. Ну, если реально смотреть, тысяч человек никуда не приедет. Ну, подожди, минуточку. Я беру тысячу сотрудников, включаю уборщицу, охранник, сейчас телефон у всех есть, да? Приезжают ко мне. Зачем? Ты отсылаешь на свою фотографию. Нет, подожди, они берут, вот им вставят, вот фотографии, им вставят. Салат «Цезарь», 2000 человек, вот дын-дын-дын-дын-дын, отщелкали, поставили 10. Он сразу нереально взлетит в рейтинге на самое первое место. Правильно? Да, 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 да. Нет, ну, слушайте, в любом случае лет 15-то. То есть я уже знаю, как только будет ваше заработать приложение, я уже знаю метод работы с ним, я знаю, что мы будем в самом верхнем топе, блин, по всей идее. С вашими ресурсами вы так можете, в принципе, сделать с любым приложением, каким бы оно ни было. Поэтому здесь ничего не сделать, я скажу так. И то самое, что ты скачал мессенджер и 2000-х сотрудников, и вы себе установили, твой мессенджер... Ну, молодец, ну ты продвинул всю площадку. Да, но в любом случае эта история бы сработала, если бы вы запустили, например, 15 лет назад, когда люди еще не понимали, что все вот эти отзывы, да, можно проплатить, да, тогда это все только начиналось. Но сейчас, мне кажется, очень сложно с этим будет. А я не согласен, потому что 2000-х не кажется. Нет, подожди, одно дело, подожди, когда мне говорит Рапопорт, я был в кафе, и я съел там пончики. И это не в своем, да, это вкусные пончики. Или даже Сергей Миронов, вот я сегодня поеду, у меня Сергей Мироновым, это прямой эфир, да, ресторатор. Значит, Сергей Миронов говорит, он ездит по ресторанам и делает свои отзывы. И прям пишет, там, стейк, там, хреновый, жесткий, непросушенный, непрожаренный, хлеб там, черствый. А вот, блин, кекс дали, отличный там, понимаешь, и ему можно доверять. Да, и это вопрос экспертов. Клава приехала, Клава поставила 10. Пусть она ответит. Кто такая Клава, блин? Откуда, что она понимает в яйце по шоку, понимаешь? Как мы это разбираемся? Отвечай. У нас как раз эксперты, они выделяются среди остальных пользователей, и их отзывы имеют больше влияния. Это у нас как раз тоже проработано. Шеф-повара, рестораторы, критики, они все будут выделяться среди остальных пользователей, потому что их будут слушать, это понятно. Ну, понятно, что шеф-повар, там, я не знаю, там, арагви, блин, всем грузинским ресторанам поставил двойки, блин, а себе 10 с плюсом, и все, арагви в шоколаде. Ну, нет, здесь много думать надо, и прайс такой у вас негуманный, конечно, за 10%. Ну, это все же обсуждается. А сколько доходность-то сейчас, вот я так слышал, там, 50 рублей? Мы только выпустили, с января первая продажа, сейчас выручка меньше 50 тысяч рублей, но мы продаем одну услугу из 10. Это фотосессии блюд. Ну, понятное дело, что сейчас пока... Нет, ну, смотри, у них, во-первых, уже за более 7 тысяч пользователей, да, у вас? 7 тысяч? Да, да. Это за сколько? Это кафе? Что такое пользователи? Нет, 7 тысяч человек сначала приложение. Правильно? В Петербурге, да. 7 тысяч начала приложения. Сколько из них пользуются регулярно 7 тысяч? 100 человек? Тысяча, около тысячи активных в месяц. Это значит, что я взошел больше одного раза в месяц. Окей. А сколько вам стоит лид, лид с момента того, как он установил приложение и потратил хотя бы рубль стоимость лида? Вот тут такой момент, что поскольку мы сейчас практически не уложили ни рубль в маркетинговую активность, статистика такого рода, я не смогу еще ее назвать. У нас 7 тысяч пришло с того, что мы подключили эти заведения, эти заведения нас просто рассказали своим гостям. На этом вся маркетинговая активность сейчас ограничивает. И прекрасно, это лучшая маркетинговая активность, самое лучшее, что есть. Если рестораны считают, что им это нужно, значит рестораны будут, может быть, за это платить, либо этим пользоваться, понимаешь? Это внутрирейтинг. В любом случае, в любом случае, можно чего угодно накручивать. Можно и в Яндексе врачей накручить, классный врач, он поднимается вверх. Яндекс.Доктор, понимаешь? А он там хер с горы, а не доктор, собственно, понимаешь? Поэтому, это такой нюанс, если это не кэш, который ты вложил в рекламу, реклама тебе сгенерировала лиды, тебе стали поливаться, а это чистая органика, когда рестораны говорят, о, мне нужно. Если ресторанов тебе пришло 7 тысяч человек, я вас приглашаю на стартап-шоу. Слушайте, Герман, ну вы ведь нашли в лице Ивана Защитника, а мы тут... Не, ну если бы было, допустим, 10 тысяч долларов за 10, там, за 20 процентов, я бы купил бы, блин, да? Вопрос торга, вот уже продолжение пошло. Ну полмиллиона долларов за 10 процентов, блин, понимаешь? Ну, то есть 700 тысяч рублей за 10 процентов. Ну, то есть миллион за 11 процентов. Я договорился здесь... По их оценке, это стоит 5 миллионов долларов. Ну, по их оценке, да. Да, и это оценка, на самом деле, понятное дело, что на таком этапе это все, ну, скажем, нельзя аргументировать конкретно. Однако, есть пример. В 2013 году компанию Foodspotting купили за 10 миллионов схожих с нашей стадии. Это американский аналог, ну, приближенный к нашему максимально. Его купила компания OpenTable, если вы знаете, она самая крупная компания по сервису бронирования столов. А потом, следом, OpenTable покупает Booking, и вся эта сделка уходит в одну, потому что возникают другие вопросы. Это все можно прочитать и судить. Вы, значит, еще и сперли, к тому же американский сайт. Нет, нет, мы не сперли, это я узнал уже после того, как мы запустили сервис. А что, сколько автомобилей выпускается, и что? Что еще раз? Сколько машин выпускается? Сколько автомобилей выпускается ежегодно, и что? Кто такой что-то сперл, вон, там китайцы один держит, другой обводит, говорят. И у них какие тачки? Придешь, в Китае охреневаешь, такие машины, что, блин, думаешь, наш ВАЗ просто курит. Наш ВАЗ, наш ВАЗ, наш Крым, наш ВАЗ курит. Так, ну, Герман, торг уместен? ВАЗ наш. Значит, торг уместен, приглашаем на стартап-шоу 4 апреля, приходите, пообщайтесь. Поздравляем, ВАЗ, да, увидимся. Когда запуск в Москве? Когда запуск? Если вы приведете 2000 человек, мы хоть завтра там запустимся. Сегодня начнем собираться. А что нет, давай-ка начнем, что? Не, ну, у нас, чтобы было понятно, смотри, у меня на рядовой концерт, ну, 1000 человек приходят вечером, пятницу, субботу. Может прийти в течение дня, у нас проходит, допустим, 5000 человек, да? Ну, каждому спит, да. Я могу сейчас каждому из них, кто сфотографирует, сделать там в подарок значок, например. Или бокал шампанского или кружку пива. Кто оценит блюдо, пусть она оценит блюдо. Я отвечаю, что мы, да. У тебя рост, отводить органика, тебе вообще-то выгодно. Да. Ну да. И мы, кстати, тоже вознаграждаем пользователя, они получают балл за то, что оставляют отзывы, фотографируют блюдо. Мне 3% за менторство, я только что убедил его инвестировать. Какое менторство, ментор сидит тут. Все, вы поняли, главное. Ты галстук одень сначала. У меня миллиарда нет в отличие от тебя, он будет ментором только. Только менторство. Короче, главное правильно стимулировать. Герман, мы вас поздравляем, мы ждем вас в финале. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. Так, ну что, я так понимаю, что... А, на этом все. Слушайте, мы только раскощегались с вами. Открывай шампанское. Сейчас будем открывать шампанское. Ваня, открывай. Да, и через неделю мы встретимся с вами вновь, чтобы провести очередной отборочный тур, ну а потом финал, и там мы встретимся вновь. Пока-пока. Это был стартап-шоу Андрей Ковалев и Иван Алехин. До новых встреч. Пока.